Здравствуйте! Это программа о здоровье. Мы снова будем говорить о том, как сохранить здоровье и как предупредить серьезные заболевания. Ведь жизнь дается человеку один раз, а шанс вернуть здоровье есть всегда. Врач-гириатор – это специалист, который работает с пожилым населением. То есть помочь пожилому человеку, справиться с его болячками, как-то с ними дальше жить. Близорукость молодеет, можно так сказать. Если у нас раньше близорукость считалась, что первый класс закончили, и какие-то проблемы со зрением начинаются, то сейчас у нас уже дети идут в первый класс, и у них уже возникла миопия в возрасте 5-6 лет. Всемирный день борьбы с сахарным диабетом отмечается ежегодно 14 ноября. Именно в этот день родился канадский врач и физиолог Фредерик Бантинг. Он открыл инсулин – гормон, регулирующий содержание сахара в крови, за что получил Нобелевскую премию. Правильный контроль уровня глюкозы крови – один из самых главных аспектов в лечении сахарного диабета. Если пациент уже, к сожалению, страдает с сахарным диабетом, он должен сахар измерять ежедневно. Кратность измерения сахара крови в течение дня зависит от той терапии, которую получает человек. Если пациент получает по сахарному диабету, ну, конкретно в данном случае второго типа таблетки, либо 1-2 инъекции базального инсулина, то он может сахар контролировать не менее 1 раза в сутки и 1 гликемический профиль в неделю. Что такое гликемический профиль? Это измерение сахара крови в течение дня не менее 4 раз. То же касается сахарного диабета первого типа. Эти пациенты получают инсулин 4-5 инъекций в сутки. Они должны сахар контролировать также часто не менее 4 раз в неделю. Появление портативных глюкометров специалисты сравнивают по значимости с открытием инсулина. Ведь с их помощью пациенты с сахарным диабетом могут не только контролировать своё состояние, но и при изменении нормальных показателей менять дозу препаратов. Пациент выбирает тот прибор, который близок ему по функции, по внешнему виду, по расходным материалам. И в зависимости от цели натощак через 2 часа после еды проводят измерение крови глюкометра. Врачи определяют уровень сахара в крови с помощью вот такого профессионального глюкометра. Есть категория пациентов, которая сверяет результаты своего глюкометра индивидуального с результатами лаборатории, с результатами профессионального глюкометра. Делать это не нужно, поскольку в индивидуальном глюкометре заложена погрешность, и так или иначе значение будет отличаться. Поэтому нет такой градации, как плохие и хорошие глюкометры. Нужно просто знать особенности своего прибора и следовать, соответственно, инструкции. Все данные, полученные при измерении глюкозы крови, пациент обязательно заносит в дневник самоконтроля. Это очень важно для анализа уровня глюкозы крови в течение дня, для совместной работы пациента-человека с сахарным диабетом и доктора. Что мы указываем в дневнике самоконтроля? Мы указываем не только значение нашего сахара крови, мы указываем терапию. Конкретно в данном случае у нас есть возможность указать инсулин, который мы получаем, дозировки инсулина и время постановки его. Можем указывать питание. Очень важно оценивать съеденные углеводы, съеденные хлебные единицы, поскольку именно углеводы, они непосредственно влияют на уровень глюкозы крови. Поэтому в данном случае наш дневничок многофункциональный, предназначен не только для занесения данных самоконтроля, но также для указания данных по сахароснижающей терапии, данных по питанию. Вести нужно ежедневно. Если человек не страдает сахарным диабетом, верхняя граница нормального сахара у него составляет 5,5. Если у человека есть сахарный диабет, то цели, нормальные значения глюкозы крови выбирает непосредственно доктор. Они могут варьировать от 7 до 8, 0 моль на литр натощак, до 7,5-11 через 2 часа после еды. Самоконтроль действительно важен в жизни каждого человека. Он позволяет контролировать уровень сахара крови, быть уверенным в значении глюкозы крови в течение дня, быть уверенным в компенсации своего состояния сахарного диабета, радоваться жизни, иметь достойное качество жизни. Сегодня у каждого пятого-шестилетнего ребенка обнаруживается близорукость или предшествующее ей состояние. Еще лет 10 назад такого не было. Да, в школе попадались старшеклассники в очках. Но чтобы уже в детском саду или в первом классе... Почему же так происходит? Разбираемся вместе с экспертом. Зрение современных детей с каждым годом становится хуже. Последние 10 лет офтальмологи отмечают рост заболеваемости миопией. Близорукость молодеет, можно так сказать. Если у нас раньше близорукость, это считалось, первый класс закончили, и какие-то проблемы со зрением начинаются. То сейчас у нас уже дети идут в первый класс, и у них уже возникла миопия в возрасте 5-6 лет. И причем раньше оценивалось это как рано приобретенное миопией, может быть, вырожденную, как-то расценивали. То в настоящее время это именно приобретенное миопией, которое связано со зрительной нагрузкой. В какой-то степени гаджеты виноваты, в какой-то степени виноваты родители. Потому что наши родители хотят из детей вундеркинда. Почему этот знает французский, а мой нет? Мы должны знать в два раза больше, да? Если подвижные игры, прогулки и общения заменяют гаджеты и занятия во всевозможных развивающих центрах, падение зрения, увы, неизбежно. Мы ходим на английский, на французский, на математику, везде. Плюс еще появляются гаджеты, которые так или иначе дети не могут наши без этого. Они живут в этом мире, мы не можем сказать нет, они будут белой вороной, им будет некомфортно в коллективе. Социализация тоже будет затруднена. Конечно, здесь очень многое зависит от родителей, насколько они правильно построят режим дня ребенка, насколько они правильно его организуют. Не надо, чтобы давали в 2-3 года ребенку, пусть он занимается, а я буду своими делами заниматься. Так не должно быть. Ребенка должна, мама, папа, бабушка, девушка, они должны заниматься с ним. Тогда у нас этой проблемы не будет. Неопия чаще начинает развиваться в старшем дошкольном возрасте и достигает максимума в школьные годы. Среди выпускников общеобразовательных школ частота снижения зрения достигает 26%. А гимназия лицея в 50. Что же делать? Профилактика, она на самом деле достаточно простая. Это просто обычный образ жизни. Должны быть прогулки на свежем воздухе, должна быть физическая активность. Дети должны бегать, прыгать. Они не должны постоянно сидеть, не должны постоянно заниматься. Им нужно давать промежутки. Позанимались, дали время отдохнуть. Позанимались, дали время отдохнуть. Если мы берем физическую активность, то, как доказывают наши ученые, нашего головного института Гельмгольца, пожалуйста, бадминтон. Это считается самым приемлемым сейчас видом спорта, очень, так скажем, нужным, показательным и оказывающим влияние на стабилизацию процесса, профилактирующую близорукость ее развития. Очень доступная вещь. Пожалуйста, родители, пошли с детьми, поиграли. Не можете сами поиграть, существует секция, где вы можете поиграть. Занятие плаванием. Прекрасно. Это тоже очень полезно для профилактики, потому что у нас как раз улучшается кровоснабжение шейного отдела позвоночника, что влияет на кровоснабжение глазного яблока. Это тоже очень важно. Лыжи, пожалуйста. Это тоже очень хорошо. То есть все виды спорта достаточно доступны. Нет ничего не доступного. Было бы желание. Если будет желание, найдется время, и все получится. Также не забывайте о том, что раз в год нужно посещать детского врача-офтальмолога для проверки зрения. Когда дети маленькие, у них еще нет зрительного опыта. Они не могут сказать, видят они хорошо, плохо стали, они видят хуже, им не с чем сравнивать. Мы можем что-то пропустить на этом этапе. Когда ребенок растет, он может тоже не пожаловаться. Поэтому если родители профилактически будут посещать офтальмолога, и будет вовремя замечена эта проблема, вовремя приняты меры, мы хотя бы, конечно, если близорукость возникла, мы ее обратно никуда не денем. Она уже будет с ребенком. Но темпы прогрессирования близорукости мы можем снизить. Если диагноз миопия уже стоит, два раза в год малыши проходят курс физиолечения, осваивают тренировочные методики. Существуют сейчас разные методики коррекции зрения. Это и очковая коррекция, это и мягкие контактные линзы, и ночные контактные линзы. Если мы говорим о детском возрасте, потому что в детском возрасте хирургия по типу классика противопоказана до 18 лет. Поэтому если у ребенка оптимальная коррекция очковой или контактными линзами, это само по себе препятствует темпам прогрессирования миопии. Это очень важно. Это первый момент, с чего начинается, если миопия возникла, это правильная очковая коррекция. Оптимальный способ коррекции выберет врач-офтальмолог. Мы уже рассказывали в наших программах о том, что причиной инсульта становятся повреждения нервных клеток, контролирующих все функции организма. Этот процесс возникает в результате острого нарушения кровообращения в том или ином участке мозга. Какие виды инсультов бывают? Какой наиболее опасен? Что нужно знать, чтобы спастись от инсульта? Как защитить себя от повторного удара? В старину мозговой инсульт называли апоплексическим ударом. Слово «удар» очень точно передает суть и возможные последствия этой болезни. Недаром инсульт или острое нарушение мозгового кровообращения остается самым грозным заболеванием сосудов головного мозга. Инсульты бывают ишемического и геморрагического подтипов. К ишемическому относятся инфаркты мозга, которые могут быть вызваны образованием тромба, его отрывом от артерии и переносом в артерию головного мозга, могут быть результатом формирования тромбо в предсердии при нарушениях сердечного ритма, могут быть результатом нарушенной свертываемости крови при различных её заболеваниях. Наиболее тяжёлый вариант болезни – геморрагический инсульт, который чаще всего является осложнением гипертонической болезни. Геморрагические инсульты к ним относятся к кровоизлиянию в мозг. Кровоизлияния являются следствием гипертонической болезни, либо в более редких случаях наличием аневризма или артерио-венозной мульформации в сосудах мозга, которые могут при их разрыве вызывать массивные кровотечения, как формирование гематомы в головном мозге, либо в его оболочках. Важно помнить, что инсульт, вопреки расхожему мнению, не единовременное событие, а процесс, развивающийся во времени и пространстве. От незначительных функциональных изменений до необратимого структурного поражения мозга. Лет уже с 30 я советую нашим телезрителям обратить внимание на уровень своего холестерина, на сахарокрови и на уровень артериального давления. Все эти показатели, к сожалению, стремительно у нас ухудшаются уже в более молодом возрасте, поэтому считать, что это удел пожилых пациентов не стоит. Раз в год сходите, пожалуйста, в поликлинику. Измерьте артериальное давление либо дома, либо на приеме. Сдайте анализ крови. Сейчас в пределах диспенсеризации, в принципе, все это сделать достаточно легко и просто. Сделайте исследование сосудов шеи ультразвуковым методом, так называемая доплерография брахиоцифальных артерий, она покажет, есть или нет у вас атеросклеротические бляшки. Кроме этого, если есть какие-то причины, например, тромбозы глубоких вен, либо наоборот немотивированные какие-то кровотечения, либо синячковый сыпь, сходите к специалисту по свертываемости крови. Еще одно важное правило – регулярный мониторинг артериального давления. Контроль артериального давления абсолютно обязателен. Артериальное давление измерять должен каждый из нас, и он научится, и дома иметь тонометр, измерять себе, измерять членам своей семьи, своим пожилым родственникам. Я думаю, никакого вреда это не принесет, но даст информацию для врача, который будет наблюдать этого пациента о степени его артериальной гипертензии. Инсульт коварен еще и тем, что имеет обыкновение повторяться, причем по одному и тому же сценарию. От 15 до 20% больных в течение первого года переносят его вторично. При этом второй удар всегда опаснее и тяжелее предыдущего. К сожалению, у пациентов, которые принесли транзиторную ишемическую атаку либо ишемический инсульт, повторный инсульт случается на 25% чаще, чем во всей остальной популяции. Пожалуйста, выполняйте рекомендации дырача при выписке. Если назначены препараты на постоянный прием, это означает, что вы должны принимать их ежедневно в предписанной дозировке и в указанное время. Обычно это назначение в один из препаратов, который влияет на свертываемость крови. Это либо антиагрегант аспирин, либо антикоагулянт, любой вид из оральных антикоагулянтов. Второй препарат для снижения уровня холестерина. Третий препарат для корректировки уровня давления. Если есть аритмия, иногда мы назначаем препараты антиаритмического ряда. Кроме того, важнейшим фактором риска является сахарный диабет, поэтому соблюдение диеты с ограничением легкоусвоимых углеводов и прием регулярных препаратов, направленных на снижение сахара крови, тоже обязательны. Кроме того, обычно назначаются препараты нейропротекторного ряда. Они пьются курсами. Постоянный прием их не требуется. И любая смена или отмена препарата должна осуществляться с согласованием терапевта, либо невролога, либо кардиолога по месту жительства. Мы желаем вам крепкого здоровья. Пожалуйста, займитесь своим здоровьем и своим, и своих близких. И никогда не болейте. Геронтология. Это наука, которая изучает различные аспекты старения. И врачи-геронтологи становятся все более востребованы. Где ведут прием эти специалисты? И как к ним записаться? Чем врач-геронтолог отличается от обычного терапевта? Какие болезни относятся к компетенции этого доктора? Вот здесь вопросы. И что да, надо поставить галочку. Что нет, можете галочку не ставить. В Челябинской городской поликлинике номер 5 уже год ведет прием редкий специалист – врач-гериатр. Его пациенты – это пенсионеры, у которых кроме целого букета хронических заболеваний, есть и другие неприятности. Кто-то все забывает, роняет, медленно ходит. Кто-то быстро раздражается, из-за чего страдают и он сам, и окружающие. Что вы хотите, у вас такой возраст, говорят им обычно. Но и в этом возрасте им хочется оставаться как можно дольше самостоятельным и активным человеком. Для этого и нужен гериатр. Врач-гериатр – это специалист, который работает с пожилым населением. Герас, в переводе с латыни, это старость. То есть все пациенты старше трудоспособного возраста – это наша целевая аудитория. Возрастные люди, они обладают как бы большим количеством болячек, большим количеством проблем, в том числе и житейских. Ну вот и наша цель – это все-таки как-то немножко привести непорядоченный вид. То есть помочь пожилому человеку справиться с его болячками, как-то с ними дальше жить. Гериатр – это и терапевт, и психотерапевт. Он собирает воедино весь перечень проблем, которые беспокоят пациента. Проводит специальные тесты, которые позволяют выявить его когнитивные возможности. Просит показать все лекарства, которые пациент принимает по назначению других врачей и смотрит, насколько они сочетаются друг с другом. Составляет индивидуальный план лечения. Компенсация всех хронических заболеваний, то есть профилактика гипертонии однозначно. То есть любые скачки давления, приходящие к инсультам, к инфарктам – это большой минус в их здоровье. Дальше регулярный прием препаратов правильных, хорошо подобранных, в адекватных дозировках. Плюс сюда входят не медикаментозные методы, это общение, это физическая активность, это круг общения, потому что человек, когда он замыкается в себе, он потерян для общества. Его уже поздно спасать. Он уходит в свою проблему, в свою болячку, и там остается до конца своих дней. Специалист по лечению профилактики возрастных заболеваний очень востребован. В консультативно-диагностическом центре областной больницы номер 3 открылся урологический центр. Как поможет новая структура быстрее и качественнее решить проблемы пациентов, страдающих заболеваниями выделительной системы? Что такое стационарно-замещающие технологии и принцип одного окна? Новый урологический центр не только объединил в своей структуре несколько диагностических, процедурных и лечебных кабинетов, но и воплотил самые передовые принципы оказания помощи. Так называемый принцип одного окна, когда пациенту не нужно больше бегать по разным врачам и медицинским учреждениям. Все сосредоточено в одном месте, а врач ведет пациента с момента первичного приема до постановки диагноза и лечения. Стационар, замещающий технологии для тех, кто не нуждается в круглосуточном стационарном наблюдении. Мы не госпитализируем пациента в полноценный круглосуточный стационар. Он у нас не ночует, не пребывает. Это очень удобно для людей работающих, для людей самозанятых, которым важно после обеда, после процедуры манипуляции, если такое допустимо, идти домой, идти по своим делам. То есть, и, конечно, здесь первоочередно это скрининговые методы обследования, ультразвуковая диагностика, лабораторная диагностика и анализы. Могу подчеркнуть взаимовыгодное соседство с отделением лучевой диагностики, где мы проводим весь комплекс рентген-урологических методов диагностики. Это экскреторная урография, мультиспиральная компьютерная томография. То есть, и в ближайшие сроки пациент получает ответ на свои вопросы. Врача-уролога многие считают доктором, который специализируется исключительно на мужском здоровье. Но это правильно лишь отчасти. Уролог помогает пациенту справиться с заболеваниями выделительной системы, в том числе мочевого пузыря. Широко распространены заболевания неосложнённых инфекций нижних мочевых путей. Это циститы, это простатиты. Наряду с этим грозным особняком стоит мочекаменная болезнь, которая в своей диагностике и лечении требует постоянное, в том числе диспансерное наблюдение пациента. Потому как только лишь убрать камень, не поняв проблему, это не значит предотвратить развитие мочекаменной болезни в дальнейшем. В центре работает кабинет цитоскопических исследований. Именно здесь проходят консультации наиболее сложных случаев, требующих дополнительных методов обследования. Под контролем МУЗИ проводятся различные диагностические и лечебные манипуляции. Пациенты проходят физиолечение. Что же должно послужить поводом обращения? Ну, наверное, это любые вопросы нарушения функционирования именно мочеполовой системы. Настораживающие боли в поясничной области. Неспецифическая гипертермия, то есть неясность происхождения лихорадки в том числе. То есть, вот, наверное, данные симптомы, рези, выделение с мочеиспусканием, припухлость, нарушение, визуальное нарушение анатомии половых органов, также требуют разъяснения у врача-уролога. Многим из нас бывает сложно отказывать в том, о чем их просят другие – начальник, коллега или кто-то из близких людей. Но важно помнить, что не сумев вовремя сказать «нет», человек вынужден делать то, что ему совершенно не хочется, а в результате у него возникает раздражение, обида, злость. Такая ситуация никому не идет на пользу. В этом случае страдает и сам человек, и та задача, которую он вынужден делать против своей воли. О том, как научиться говорить «нет», рассказывает наш эксперт. Для того, чтобы понять, как правильно сказать «нет», нужно сначала углубиться и понять, почему человек не может говорить «нет» и в чем лежат мотивы неумения сказать «нет». Нас всегда учили, как это «сам погибай, товарища выручай», то есть, скажем так, ущерб каким-то своим интересам, помочь своему товарищу, другу, неважно, коллеге, еще что-то. И порой такое желание понравиться всем чревато последствиями для человека, который пытается понравиться всем. То есть, именно нежелание и неумение сказать «нет» это стремление, в первую очередь, выглядеть хорошим. Даже если мы не будем так глобально оценивать, а возьмем круг общения, ну, какого-то среднего человека, там несколько сотен человек, с кем он постоянно общается, по работе, по еще каким-то вопросам я не беру там, ну, прям близких людей, хотя с близкими тоже не всегда все просто. Вот эта вот неспособность сказать «нет» в итоге приводит к тому, что человек всем говорит «да-да-да-да-да», соглашается, пытается выполнить. Естественно, его ресурсов, ну, на такое количество просьб не хватает, и в итоге человек превращается в такого, ну, в лице окружающих, в глазах окружающих превращается в такого «врунишку». То есть вот он со всеми соглашается, всем говорит «да», а на самом деле потом, ну, не выполняет свои обещания. И страдает его имидж. Не только имидж, но и его психологическое состояние. По нашему внутреннему убеждению, почему-то мы считаем, что отказав человеку, мы в его глазах падаем. Ну, почему-то, не знаю. Хотя по факту ничего страшного в этом нет. Отказ не влечет за собой возникновение личной неприязни, отказ не влечет за собой возникновение каких-то негативных эмоций по отношению к отказавшему. Ну, у нормального человека. Вот, соответственно, сегодня получилось так, что ты можешь помочь, завтра ты не можешь помочь. Ну, всякие бывают ситуации. Поэтому внутреннее убеждение себя в том, что соглашаясь со всеми и говоря всем «да», ты идешь по тупиковому и по пагубному для себя пути, в первую очередь, потому что рефлексия, которая возникает после того, как пообещал и не выполнил, да, очень сильно влияет на психологический комфорт, и в то же время понимание того, что сказав «нет», ты обеспечиваешь свой, в первую очередь, психологический комфорт и, в общем-то, не в ущерб интересам другого человека. Ну, это, наверное, единственное рациональное, скажем так, объяснение тому, что это делать можно и нужно. Нельзя быть хорошим для всех. Ну, не бывает такого. Каждый человек, он индивидуален. Каждый человек не может нравиться или не нравиться всем. Есть определенный круг людей, с которыми нам комфортно, с которыми мы общаемся, и мы друг другу, ну, нравимся в общечеловеческом понимании. Есть круг людей, которые вызывают у нас неприязнь, и это нормально, в принципе. То есть и переход из одной категории в другую, и переход в категорию людей, вызывающих неприязнь, ну, и, уверяю, никак не связан с тем, что вам сказали «нет». Ну, никак не связан. То есть, как правило, это несколько другие механизмы. Умение говорить «нет» нужно воспитывать с детства. О том, как это делать, расскажем ровно через неделю. Не пропустите. На сегодня это все. Пишите нам письма, задавайте вопросы и темы, которые вас интересуют, не стесняйтесь. Берегите себя. И помните, что жизнь и здоровье зависят в первую очередь от нас самих. Не переключайтесь. Оставайтесь на нашем канале. Оставайтесь на наш канал. 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 Продолжение следует...